Добрый вечер, дорогие телезрители! Добро пожаловать на информационно-аналитетическую программу «Де-факто». Сегодня в студии с вами работает экономист-обозреватель Джарл Сайханг и я вас ведущий на РНБА. Итак, пройдемся по трём основным темам прошедшей недели. Как снижение ключевой ставки повлияет на экономику? Кому выгодно закрыть амбулаторно-поликлиническую клинику? Аннулирование образовательных кредитов. Итак, господин Джарл Сайханг, добро пожаловать. Всего. После карантина. После карантина. 40 дней. Всем здоровья. 11 марта комитет по денежной кредитной политике провел ряд действий против возможных негативных эффектов, экономических эффектов. Они утвердили, понизили ключевую ставку на 1%, снизив до 10%. Понизили обязательный Тугровый резерв банк на 2%, снизив до 8,5%. Утвердили диапазон изменения ключевой ставки в пределах плюс-минус 1%. Насколько вот эти изменения ключевой ставки Тугрового резерва повлияют на экономику? Выиграет ли от этого частный сектор? Другой вопрос. Из-за коронавируса, карантина, соответствующего экономические трудности, уже мы испытываем, особенно в отрасли, например, сервисы, торговли, транспорта, туризма и так далее, уже мы чувствуем. Особенно средние и малые бизнесы в этих отраслях. Нужно, значит, имеют сейчас трудности заплатить, погасить их долг, займ, кредит, и особенно те, кто имеет ипотечный займ. И, конечно, вопрос о ренте поднимается. То, что вы сказали, что они ослабили денежную политику страны, ключевая ставка снизилась, необходимый резерв в центральном банке, который должен иметь, коммерческие банки, снизилась на 2%, Однако, это недостаточно. Почему? Например, в Японии что делаешь? В Японии еще от специального резерва бюджета дают кредит без процента. В Италии уже остановили оплату за моргач, за ипотечный займ. В Англии 30 миллиардов паунд стерлингов вошло в экономику. И они, значит, снизили ипотечные кредитные ставки. В Германии сейчас безограниченном количестве дают займы. Коммерческие займы. Коммерческие займы. В тех странах, где экономика уже установлена. А у нас экономика довольно крепкая. И наш министр финансов не собирается сделать изменения в бюджете. Хотя у него будет дополнительное существенное, и уже недоплата идет по доходам бюджета. И раз уже не меняет, у нас будет бюджетный дефицит, который он надеется покрывать за счет фонд будущего. Там, где 620 миллиардов тугоров есть, он хочет использовать и это. А если бы у нас другие были деньги, то были бы остановлены, как давали бы банкам какую-то сумму, чтобы они давали без кредита. Или остановили там по срокам, да, что платежи по срокам и так далее. И, например, у нас есть такой многоизвестный фонд по поддержке малого среднего бизнеса. После большого скандала, сейчас они уже начали немножко по-другому, даже недавно сделали решение, что будет на 3 месяца с конца марта до конца июня, они, значит, останавливают платежи по кредитам. Основные платежи даже. И у нас других таких фондов нет, которые могли бы сделать такое мероприятие. Другое интересное, что получилось, что Центральный банк Монголии покупает по международной цене золото. В феврале, оказывается, мы покупали 10 раз больше, чем в прошлом году. За это время карантина, за это время запрета, закрытия границ и самолетов и так далее. В 10 раз больше? В 10 раз больше. Три с половиной тонна золота только за февраль мы покупали. Что это означает? Означает, что при безкарантинного срока, при нормальных действующих условиях, оказывается, мы столько много золота потеряем через наши границы. Это показывает, насколько качественно или плохо работают наши пограничники, таможенники и так далее. Это большие вопросы, которые мы должны изучить. И последнее. За январь, февраль мы не смогли экспортировать уголь в плане, в котором мы планировали. И в этом году 42 миллиона тонн угля вряд ли мы сделаем. Из-за этого вот такие трудности государство не может делать, нет денег, чтобы существенно повлиять на кредитный рынок страны. Знаете, сейчас я спрошу у вас второй вопрос, и мне на ум приходит пословица «Пир во время чумы». Экономика Монголии сейчас является в наиболее уязвимом состоянии, но министр транспорта Инхамалам высокопарно заявил, что будет строить кольцевую дорогу вокруг Улан-Батора со странным каким-то названием «небесная дорога». И 13-километровая кольцевая будет стоить 800 миллионов долларов. Не сумевши построить дорогу из Улан-Батора до Дархана, сможет ли построить, во-первых, эту небесную дорогу? И, во-вторых, объясните нам, пожалуйста, мотивы министра. Как раз и сомнения у общества, они, значит, выражают в социал-медиа, в разных формах, что это 800 миллионов очень дорого по всем параметрам. Самые дороги в мире, и то дешевле, в какой-нибудь африканской стране это было, и то дешевле. Это 25-летняя концессия, и, значит, будут платить, значит, двухэтажные четырехдорожные большие дороги. Автострады. Да. Это почти идет через центр города, но приемитель где-то 13 километров. И каждый раз, когда войдешь, независимо, сколько долго будешь ехать, ну, там, видимо, платишь один доллар. Таким образом, надеются получить обратно средства, инвестирование за 25 лет. И еще интересует другая из приедет, называется его... Канатная дорога. Канатная дорога. В Ламбаторе канатная дорога. Тоже они уже договорились с Францией получить льготные займы на 61 миллионов евро. На 40 лет, почти 50 процентов и так далее. Но люди очень опасаются безопасности этого вида транспорта и так далее. Но в целом люди, общество в стране выражает свои протесты. И в каком плане? Во-первых, это было вне генерального плана развития мастерства, плана страны, города, Уламбатор. А в этом мастер-плане, который, кстати, подтвердили великие государственные хура, там таких нет, не знаю, канатных или, значит, мостовой, небесных дорог, как они говорят. Они по этому плану должны были увеличить проходимость перехода, перекрестка. 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 И создавать сетевую дорогу по всему городу. Увеличить плату за паркеровку в центре города. И, значит, переставить железную дорогу, ламбаторскую железную дорогу в округу Ламбатора через Туваймак. Так, чтобы эти существующие дороги были использованы на электричку для общественного транспорта. Все это были не сделаны, и к тому же очень дорого, и к тому же, как вы только что упомянули, люди потеряли надежду, трасс, надежду в этом, доверие этому министерству, потому что с прошлого года они сняли старую дорогу через Тарханадау-Ламбатора, 200-300 километров где-то. Убрали старую, не поставили новую целый год. Сейчас люди сам замучились, каждый день какая-нибудь катастрофа и так далее. И все это автодорожные инциденты их духа. Поэтому, не умея на земле поставить дорогу, не могут же они поставить на небесах. Вот такой идет парадокс. Некоторые страны, мы видим, что делают поправку в госпюджете с поправкой на коронавирус. Но наш министр финансов уже в четвертый раз заявил, что никаких поправок в госпюджете не будет. Объясните нам, пожалуйста, какая экономическая логика стоит за этим заявлением? Как некоторые уже говорят, что в этом году у нас выбор, 24 июня. И к этому времени, наверное, это коронавирус, это шумиха, вся эта волна, наверное, немножко станет ниже. И люди надеются, что... В Монголии относительно сегодня у нас никто еще не болел, заболел этим вирусом. Министр финансов особенно надеется, что не изменяя бюджет, хотя доходы вступления в бюджет довольно сокращаются, он надеется на этот фонд, на фонд будущего. И за этим, как обозреватели говорят, что те депутаты, которые будут баллотироваться на новый выбор, они, значит, сделают так, чтобы для своего округа они уже получили много денег, инвестиционные деньги от бюджета. Инвестиционные бюджеты они уже утвердили и получили. Поэтому они не хотят этого потерять. не хотят, чтобы они снизили, потому что их будет меньше шансов подтвердиться. Но это же попытка подкупа электората. То они всегда делают. Это просто прямо среди белых дней этого делают. И поэтому вот такая логика за этим существует. И поэтому не ожидается от депутатов подтверждения изменения в бюджете, если даже они, министры финансов, этого предложат. А к тому же это будет... Нам придется все равно сделать это изменение в бюджете. Но она, однако, будет, наверное, это будет на плечах нового правительства, который будет утвержден после выбора. После нас хоть потоп. И так, спасибо. Переходим ко второй теме. В октябре 2019 года открылась первая в Монголии амбулаторная клиника при медицинском университете, построенная при полной поддержке правительства Японии. Но, к сожалению, 20 марта клиника закрывается, так как отсутствует финансирование. Прежде чем мы детально пройдемся по этой проблеме, давайте пройдемся по ключевой статистике здравоохранения. В чем... И второй вопрос. В чем заключается важность этой амбулатории? В Монголии – это развивающаяся страна. И мы где-то 3% нашего волового внутреннего продукта посвящаем здравоохранению. Значит, на одного врача 309 человек, на одного медсестра, медсестру 2069 человек. И соотношение врачей и медсестры – это 1 к 1 к 2 десятым. Это очень неплохие цифры среди развивающихся стран. Даже один из ведущих цифр. Однако вопрос не в количестве, а в качестве. В Монголии не все болезни мы можем лечить. И нам нужны больше и больше другие новые поликлиники, современные оборудования и так далее. И к тому же из-за того, что несколько, около 30, что ли, болезни вообще не лечат. Это было в Монголии, много людей уезжают за рубежом. Ну, не только за эти болезни, но тоже большие, за большой выбор. И где-то по... Как исследовал Центральный банк, где-то 50 тысяч человек, значит, в повторном счете, да, 50 тысяч человек в год уезжают за рубежом лечиться, и там около 130 миллионов долларов они затратят. То есть это импортируем, да, мы не столько их сервис. Но, однако, с 2015 года это стал... Эта тенденция стала снижаться, потому что... Снижаться, потому что мы уже имеем несколько хороших качественных частных поликлиник, которые я могли бы... Которые уже поменяли, заминировали... Поменял. Которые построены по последнему слову техники, там есть хороший медперсонал. Поэтому они... Те люди, которые уезжают, сокращаются. И, однако, мы еще нужно... Еще современнее оборудование это было... А то на это была ответ вот эта японская поликлиника, которая... Амбулатория, которую они построили на 80 миллионов японские деньги. Помощь. Помощь. Последняя помощь. Последняя помощь, да. Потому что Монголия сейчас уже за... Среднее развитие страна, да. Ну, эта поликлиника, значит, 104 койк, мест. И уже люди из этого региона, района Уламбатора уже туда ходят. Они, значит, построили за три года. Современные, хорошие, прекрасные. Я несколько раз был здесь, в этой поликлинике. И, однако, как они сообщают, как их руководство сообщает, сейчас они закрываются. А в чем дело? А оказывается, это первое университет, городская поликлиника. А в законе у нас, оказывается, раньше, значит, как образовательный институт, как университет, медицинский университет, они принадлежат министерству образования. А как поликлиника принадлежит министерству здравоохранения. У них было двое руководство, и, в конце концов, это новый министер, они взяли на себя, сейчас это принадлежит. Но, однако, значит, операционный расход этой клиники в год где-то 17 миллиардов угроз. Они не могут давать столько денег, потому что это полноценная, большая клиника расходов. И они, значит, поговорили там по-разному, поссорились по-разному, и так в конце концов решили дать им на 220-й год в этом году всего 4,5 миллиарда тугоров от бюджета. Что едва хватает на только зарплату около 500 работников в этой клинике. И уже не говоря о том, что нужно они купить химикаты для анализа, все, что необходимо, не могут, ни одного тура нет. Из-за этого они, значит, обещают закрыть, собираются закрыть клинику 20 марта. Что быть довольной такой досадой и стыдным делом перед японцами. Да, вот поэтому не повлияет ли отсутствие финансирования на отношения между Японией и Монголией? Как-никак они на свои деньги японских налогоплательщиков построили самую последнюю поликлинику в Монголии. Плюс пытаются увеличить стандарт и качество. Самые современные технологии. Здесь там наши медицинские работники учатся. Многие из них уже были в Японии, работали на одинаковых оборудованиях, приехали обратно. Но сейчас у них и запчастей, и других необходимых средств нет. Поэтому, скорее всего, они не столько... По отношению с Японией, да, это очень такое деликатное дело. Конечно, они подумают, какие Монголы, которые даже не могут оперировать работу, нормально вести работу при клинике, которую они построили и подарили им. Но позже, что я опасаюсь, что многие учителя, да, учителя, да, профессора, и врачи, медсестры уйдут, пока они не дают зарплату, они уйдут. И очень трудно будет их собрать обратно. Найдут где-нибудь другую работу, сойдут обратно. А еще раз будет переобучение, переобучение новых кадров. Это будет самое большое, я думаю, расходы. Тут есть некоторые подозрения, что вот некоторые коммерческие компании или они хотят приватизировать амбулаторию. Я думаю, что это пока слухи, хотя потому что такого рода случаи в Монголии сплошь и рядом. И я думаю, что пока что это слухи. Однако через два года, если так случится, я не удивлюсь, потому что так и случается. Но более того, это показывает качество управления общественными объектами государства. И ресурсы. Качество, да. И умение планировать. Все это очень плохо в этой стране стоит. И самое главное, страна, государство не думает на долгий срок. Значит, всегда меняются кадры. Как только новые, новые выборы, значит, но то, кто, политическая партия, которая выиграла, значит, поставит везде своих людей, уволняется людей, которые поставили пораньше. И из-за этого, например, медицинское, у медицинского университета начальство поменяли, как всегда. И недавно даже поменяли начальство и этой амбулатории. И это ничего не помогает, если они идут в суд, на трех стадиях суд, и суд решает, что они будут уволнены без основания. И просит восстановить их. Вот это борьба с той старой и новой руководством во всех объектах страны. И переходим к третьему вопросу. В 93-м году был образован государственный образовательный фонд, который предоставлял кредиты для абитуриентов в монгольских высших учебных заведениях и за рубежом. Министр образования на прошлой неделе инициировал предложение по аннулированию всех образовательных кредитов на сумму 16 миллиардов тугриков. Что хочет решить данным решением министра образования? Но, однако, нужно отметить, что этот фонд много лет существует. И такого рода было действие много раз. На этот раз, особенно, потому что он в центре внимания всей общественности. Помните, был скандал насчет неправильного использования фонда по поддержке среднего и среднего бизнеса. А этот раз в этом регуляции какого нового постановка, которой люди недовольны. Здесь, например, если закончил университет внутри страны и три года работал хорошо, 50 все заплатили общественные фонды и так далее или страховки и так далее, они, они, если, значит, работал в стране или представляя страну где-нибудь пять лет за рубежом, если они платили общественные, значит, общественные налоги и так далее, страховки, медицинские страховки, социальные страховки, то они, значит, освобождаются. И люди думают, что они сейчас освобождают те людей, которые детей, 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 высокопоставленных чиновников. Вот мой второй вопрос. К сожалению, у нас осталось мало времени. Два вопроса и две минуты у нас осталось. Мы видим, фонд должен поддерживать абитуриентов из малообеспеченных семей или реально монгольских талантов. Но мы в списке оказалось, что там есть дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Должны ли мы здесь обсуждать моральную часть этой проблемы? поэтому люди недовольны, где их сумма где-то, их 1800 с чем-то людей, детей, и они должны платить 4,5 миллиона долларов. И если их аннулировать, это значит, те люди, которые не получили заим, страдают. Это несправедливость. Потому что аннулирование заима это политический лексикон. Такого не бывает. за заим кто-то платит. В этом случае налогоплательщики мы платим. Поэтому народ этого не полностью понимает, что он платит. И мой третий, последний вопрос. У нас осталось одна минута. Многие абитуриенты, взявшие кредит, образовательный кредит, не возвратились в Монголию. 179 человек сейчас не знают, где они, не платят. но их было число 400 два года назад. Из-за того, что объявили таким образом, они уже заплатили больше 200 человек. Поэтому такой подход, я думаю, что правильно. И вопрос, если ты получил денег, почему не платишь? Особенно если дети высокобставленных чиновников. Это же воровство. И поэтому это правильно, что мы сейчас говорим. И таким образом образование не делается. Спасибо. И на этом все. Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»